8 января 1824 года Моментом в судьбе автора стало знакомство с Чарльзом Диккенсом. Они быстро подружились. Оба любили театр и даже вместе сыграли в пьесе «Не так плохо, как кажется» Эдварда Бульвера Лейтона, которую почтили своим присутствием «Королева Виктория» и «Принц Альберт». Приятели много путешествовали и активно помогали друг другу. Коллинз выступил как редактор нескольких произведений Диккенса, а последний публиковал сочинения Коллинза в своем еженедельном журнале. Во многом, благодаря именно этим публикациям, Уэлки Коллинз стал одним из самых популярных авторов своего времени. Во второй половине XIX века его печатали во многих странах мира, в том числе и в России. Блестящая приключенческо-детективная интрига сочетается в произведениях Коллинза с элементами сатиры. Однако значительное место в его творчестве занимает готический роман, полный тайн семейных проклятий, роковых пророчеств и непреодолимых обстоятельств. Особую популярность завоевала книга Коллинза «Женщина в белом». Она до сих пор остается любимой многими читателями, выдержала десятки переизданий и была многократно экранизирована. Не менее известен и роман «Лунный камень». Именно о нем нам расскажет ученик лицея номер 3, воспитанник студии журналистики молодежного центра Даниил Судаков. Я бы посоветовал эту книгу тем, кто только начинает знакомиться с детективным жанром, так как она является его родоначальником и рассказывает захватывающую и интересную историю. Лунный камень – это огромный желтый алмаз, который украшал статую бога Луны в священном городе. В 11 веке бармины, опасаясь нашествия монголов, перенесли его в другой город. Но монгольский хан дошел до этого города и разграбил все храмы. И в 18 веке этот камень забрал один из военачальников хана. Но бармины переодевались и искали этого военачальника. И вскоре он был найден мертвым и камень возвращен на место. Но в 1799 году этот камень попал в руки к сиренгопотамскому султану. Позже, после штурма английскими войсками этого города, камень в ходе ожесточенной перестрелки перешел в руки полковника Джона Гернкастла. После своей смерти полковник завещал Алмаз о своей племяннице леди Джулии Верендер. И в первую же ночь Алмаз пропал прямо из ее спальни. Цепляют герои романа. Они не плоские, а индивидуальные, каждый со своей историей. Например, дворецкий Бетеридж. Ему присущи черты настоящего английского слуги. А знаменитый сыщик Каф видит каждого насквозь. Особенно мне понравился Фрэнклин Блэк. И так как именно он проявлял больше всего рвения и терпения в расследовании кражи, также именно он является примером истинной английской аристократии. Впервые я прочитал эту книжку летом прошлого года, так как мне захотелось прочитать интересного детектива, а также я узнал, что Улки Коллинз был родоначальником в этом жанре, и поэтому я решил посмотреть, с чего все начиналось. Начинается книга неинтересно, но спустя несколько глав она набирает свои обороты, становится захватывающей и динамичной, а концовка является полной неожиданностью для читателей. Благодаря этой книге я заинтересовался историей Англии 18 века и стал читать научную литературу по этой теме. После ухода Миледи я впал в ужасное душевное расстройство и решил обратиться к средству, которое еще никогда не изменяло мне в затруднительных и непредвиденных случаях. Я принялся за Робинзона Круза. Не прошло и пяти минут, как я развернул эту необыкновенную книгу, и мне попалось следующее утешительное местечко. Сегодня мы любим то, что возненавидим завтра. Я тотчас увидел, как мне следует поступить. Сегодня я хочу остаться в должности управителя, но завтра, основываясь на Робинзоне Крузе, я буду желать совсем другого. Стоит только вообразить тебе завтрашний день и завтрашнее расположение духа, и дело будет в шляпе. Успокоив себя таким образом, я заснул в эту ночь, как управляющий леди Вериндер, а проснулся утром, как ее дворецкий. Все как нельзя лучше, и все по милости Робинзона Круза. Уилки Коллинз, Лунный Камень, рекомендуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова